Пальчики обрежь. Вы креатор, Георгий. А что он сам? Печенье? Самое лучшее. Я в тебе не сомневался. От такого нейминга даже шапка поехала, да. И нажимаем публиковать наш сайт. Ну что ж, у меня открыл самое лучшее кондитерское. Можно продемонстрировать, видите, нет. Здравствуйте, меня зовут Петр Стуликов, и это официальный YouTube-канал Ру-Центр, крупнейшего российского регистратора доменов для бизнеса. Наши выпуски выходят каждую неделю. В них мы рассказываем, как начать свой проект в онлайне и развивать его, на что важно обращать внимание и какие подводные камни следует обойти. В общем, обо всем, что важно для бизнеса в интернете. Сегодня мы говорим о том, как быстро, качественно и без огромных вложений запустить свой сайт. Многих, конечно, этот процесс пугает. Кажется, что справиться с этой задачей могут только профессиональные программисты, но это не так. Так, конструктор сайтов Ру-Центр будет оптимальным вариантом для владельца небольшого бизнеса, который только начинает свое дело. Разберемся, как стартовать и каким предварительным этапом уделить больше внимания. В Ру-Центр, кстати, говорят, что на это понадобится около 15 минут. Вот именно за такое время мы и попытаемся это сделать. Вместе с экспертом Ру-Центр Георгием Казаровым. Георгий, привет! Привет! Для чего кому нужен конструктор, кто им может воспользоваться, почему это удобно? Конструктор, в принципе, нужен тем, у кого нет технических знаний о том, как создавать сайты. Потому что и нет возможности, например, или желания обращаться в веб-студию или к веб-дизайнеру. Потому что с помощью конструктора создать сайт очень просто. Как будто ты работаешь в Microsoft Word или в каком-то визуальном редакторе. Все достаточно просто и понятно. Есть подсказки, есть определенные элементы, которые ты двигаешь буквально мышкой на экране. И эти элементы переносятся на твою будущую веб-страницу. Можно ли... Ну, сайты же всячески разные бывают. Лендинги, рекламные страницы, еще что-нибудь. С помощью конструктора сайтов это тоже можно сделать? Лендинги точно, корпоративный сайт точно, блоги, личные сайты или небольшие сайты-каталоги тоже можно сделать. Единственный нюанс есть с интернет-магазинами. Мы рекомендуем использовать, если вам нужен интернет-магазин именно, использовать специализированный инструмент Equid. Он у нас есть, также можете заказать, попробовать. Он предназначен именно для интернет-магазинов, потому что там немножко другая специфика. Там есть процесс работы с заказами, уведомлений и много-много всего. Вот в Equid это реализовано. Конструктор сайтов для более... Ну, для всего остального, можно так сказать. Не интернет-магазинов, а все, что остальное, это вот можно сделать с помощью конструктора сайта. Мы будем делать сайт кондитерской. Прежде чем наш кондитер войдет в онлайн и у него будет новый сайт, что нужно сделать, подготовиться, как и что? Да, конечно, нужно подготовиться. Нужно... Морально сначала. Обязательно. Нужно подготовить контент, который будет размещаться на сайте. Может быть, это будет не весь контент сайта, да, но хотя бы какие-то наброски. Потому что так вам будет проще потом располагать эти элементы на сайте и смотреть, что получается, что это... То есть видеть какой-то образ результата, он должен сложиться у него предварительно в голове. А без подготовки, без контента, визуализации какой-то, фотографии, текстов это сделать достаточно сложно. То есть сначала надо немножко подготовиться. Это первый момент. Второй момент. Нужно представить себе структуру сайта, которая должна быть. Какие страницы там будут, какие разделы будут. Лучше себе выписать это куда-то, там, на листок или там в какой-нибудь редактор, да, чтобы на это смотреть и создавать вот эти вот странички, которые в структуре указаны. Так, пока не открывай. Сейчас я совладаю со своими часами. Вот тут есть даже дефолтная установка 15 минут. Жму, открываешь и начинаем. Раз, два, три. Поехали. Погнали. Черный экран. Нужно авторизоваться. Я думал, я думал, все полетело. Нет. Так, мы находимся в личном кабинете. Заходим в раздел «Хостинг почты конструктор сайтов», где находится как раз услуга, связанная с конструктором сайтов. Чтобы сэкономить немного времени, я схитрил. Я предварительно заказал услугу конструктора сайтов и зарегистрировал домен для нас, на котором будет располагаться сайт. Мы видим нашу услугу. Она в самой первой списке. Чтобы перейти в настройки конструктора, мы нажимаем «Управление сайтом». Переходим в панель управления. Нажимаем «Перейти в конструктор сайтов». Ну, пока все просто. Пока разве что нужно найти, где конструктор сайтов и все. Но, в принципе… Происходит загрузка самого конструктора и его элементов. Сейчас у меня здесь стоит страница заглушки. Страницу заглушки можно делать, если предполагается, что сайт будет создан когда-то. В дальнейшем, да, причем здесь есть счетчик обратного отчета. Он выставляется здесь. Все очень просто. Просто выбираете дату, и он начинает оттикивать обратно. Центральный экран – это наш сайт, наша визуальная часть, где мы в основном работаем. Сверху блок перехода в настройки или управления шаблонами. Следующий блок – это элементы, которые будут располагаться на нашем сайте, которые мы хотим, например, включить. Право, блок, контекстное меню, так называемое техническое, где можно задать отступы, шрифты, цвета. Все эти регулировки. Да, все тонкие вот эти регулировки можно задать здесь. Дальше. У нас есть каталог шаблонов. Если у вас есть уже готовый какой-то сайт, старый, например, вы хотите его перенести, можно импортировать. Можно импортировать. Класс. Но в данном случае у нас кондитерская, это относится к еде. Идем в еду. Идем в еду. Мы видим шаблоны. Мы можем посмотреть какой-то шаблон, как он выглядит динамически. Вот, например, cooking. Да, это нам подходит, мне кажется. Можно нажать просмотр. И этот шаблон загрузится у нас в отдельной вкладке браузера. И можно вот походить прямо по этому шаблону. Ну, то есть это уже есть какие-то ячейки, какие-то блоки, уже как раз такие зашаблонированные под еду. Да, они уже предзаполнены. Они уже все предзаполнены. Даже вот карта есть интерактивная. Посмотрели шаблон, например, он нас устроил. В данном случае он нас устраивает. Нажимаем выбрать. Соглашаемся с обнулением текущего шаблона. У нас была заглушка. У нас была заглушка, да. Здесь ничего страшного. Это все не публикуется, пока не нажмется кнопка «Опубликовать». Да, поменять шаблон. Происходит загрузка сразу шаблона. Шаблон загружен. Как мы говорили, нам нужно было определиться со структурой сайта, какие страницы здесь будут. Поэтому мы идем в элемент меню. То есть мы видим вот это наше меню. Само меню редактируется вот в этой части. Вот у нас эти страницы главные. Курсы, контакты. Я понял. Мы нажимаем «Редактировать». Например, у нас в кондитерской курсах не будет, но будет меню. Вбиваем меню. У нас будут контакты. И, наверное, у нас что-то должно быть про доставку. Вбиваем. Это обязательно сейчас. Создаем новую страницу. Называем ее «Доставка». Нажимаем «Применить». Главное меню. Ну, вот то, что у нас. Да, меню изменилось. У нас пропали курсы. Да, стало меню. И появилась доставка. При этом в этой же части экрана мы можем прямо перемещаться. Единственное, что сохраняем, это как черновик. Потому что конструктору требуется, чтобы изменить страницы, предварительно запомнить изменения, которые были сделаны. А вот мы переместились в раздел «Меню». Захотели, ушли там в «Контакты», посмотрели. Как у нас в меню уже появились блюда? Они были предустановлены в шаблоне. То есть, эта страница шаблонная была. Мы просто поменяли ей название. Ну да, пока они у нас еще все равно на самой странице проходят под кодовым названием курса, но это мы тоже поменяем. Теперь нам нужно положить какой-то контент или изменить существующий. В данном шаблоне мне, например, не очень устраивает вот эта вот миска с чем-то странным. Я хочу поменять это изображение, это сделать очень просто. Пожираем «Редактировать». Вот сюда, переходим в контекстное меню. Изображение. И мы можем... Своё блюдо сфотографировать, которое у нас в кондитерской готовится. Загрузить его. Также есть бесплатные галереи, где мы можем бесплатные изображения выбрать и разместить. Давай, например... Ну, давай вот эти вот печеньки, например, возьмем. Говорим «Выбрать». Вот у нас изменилось изображение. Причем конструктор все делается автоматически, меняет размер, разрешение, встраивает максимально контентные блоки сайта, чтобы оно не выбивалось. Дальше давай поработаем с текстами. С текстами работают здесь тоже очень просто. То есть у нас вот новые рецепты, например, новые блюда. Меняем текущий просто контент сейчас. Пальчики обрежь. Вы креейтер, Георгий. А что у нас? Печенье. Хрустящая радость. Идеально кофе. Идеально кофе. Да, у тебя лучше получается все-таки... И здесь идет ссылка на меню, да, но мы ее тоже поменяем, называем «Все меню». Все блюда. У меня, видите, я пытаюсь испортить у Георгия весь сайт, но он никак не на эти провокации не подается, так? Дадим название нашей кондитерской. Самое лучшее. Я в тебе не сомневался. Я в тебе не сомневался. Самое лучшее кондитерское. Окей, друзья. Видим, что у нас немножко происходит смещение, ничего страшного. От такого нейминга даже шапка поехала, да. Мы просто поменяем размер шрифта, да, то есть все как в обычном варде. Ну да. Да, то есть заходишь, просто редактируешь, добавляешь изображение, сохраняешь изменения. А сохраняем. Да. Как черновик, да, потому что мы еще не публикуем. Это черновик, да. Переходим в раздел меню. Здесь у нас есть красивая вроде бы картинка, которая нам тоже не очень подходит, да. Потому что у нас кондитерская. Да, потому что у нас кондитерская. В этот раз... А тут супы, круассаны, солянка. Я хочу загрузить, например, вот это вот изображение. Так, ну хоть одно с человеком у нас будет изображение. Нет, без человека. Чуть-чуть, чуть-чуть. Чуть-чуть без человека. А, да. Но нам же главное... Мы можем... Подрасширить. Да. Мы можем подрасширить. Можем изменить позицию фотографии. Можем поменять на любую другую. Выставить можно автоматически, да, подгон изображения. Также сохраняем эти изменения. Страница контактов. Здесь интерактивная форма, которую можно также вот здесь вот заполнить теми вопросами, которые нам интересны, необходимы в контекстном меню, если мы это хотим сделать. И интерактивная карта, где также мы можем указать наши координаты. Они указываются вот здесь вот. Так, а если нужны какие-то всяческие штуки продвиженческие, SEO-оптимизация, вот эти все страшные слова. Да, это все есть. В разделе настройки переходим. В раздел настройки. У нас есть раздел SEO. Две осталось. Где мы задаем название страницы, которое необходимо для поисковиков. Причем все элементы подписаны, то есть есть тул-типы, которые нам рассказывают, для чего тот или иной поле необходимы. Мы можем здесь задать для каждой страницы описание страницы, ключевые слова. Задать читаемый, удобный для пользователя уру, например, контакты, контекст. Добавить изображение страницы, ну вот эту вот файл-файл-кону, да, иконочку. Указать Google Analytics Tracking ID и привязать Webmaster Tools, то есть более широкие SEO-настройки для уже просмотра аналитики по посещениям, по переходам по странице. Это все тоже можно задать. Кроме того, если у вас там есть какие-то отдельные сценарии, что-то уникальное, да, можно также добавлять отдельных HTML, и не только HTML, в блоке кода сам шаблон, да. То есть есть функции еще и электронной коммерции некоторые, да. Создать сайт совсем несложно, и в этом выпуске мы наглядно это демонстрируем. Если у вашего бизнеса еще нет своего ресурса, или для ваших задач нужны новые онлайн-проекты, используйте конструктор сайта Фруцентр и создавайте вместе с нами. Для зрителей нашего канала действует специальное предложение. Скидка 50% на заказ любого тарифа конструктор по промокоду MAKE NEW SITE до конца ноября. Переходите по ссылке в описании и выбирайте подходящие опции. Как в мобильных устройствах будет? Да, конечно, можно все это посмотреть, как выглядит на разных типах устройств. Убираем просмотр, он подгружает. Сейчас это просмотр на широком экране. Ага, ну типа планшет, когда мы развернем, а так вот горизонтально. Как он выглядит на десктопе, на самом планшете. То есть он подгружается, причем в этих шаблонах дизайн адаптивный. То есть он меняется под разрешение и не ломает сам шаблон. И как это выглядит на смартфоне. Да, то есть вот кнопка меню у нас, она просто свернулась. Если ее нажать, да, тапнуть по ней, то вот будет само меню. И нажимаем публиковать наш сайт. Ну я так или иначе фиксирую то, что когда мои часики показали время и стекло, мы как раз таки нажали кнопку опубликовать сайт, и он ушел в веб-путешествие. А как он ушел, я сейчас тоже у себя проверю на планшете. Значит, как у нас адрес сайта называется? BestPastShop, так. Ну видите, у Гоши все лучшее самое. Видите, и тут тоже BestPast. Ну что ж, у меня открыл самое лучшее кондитерское. Можно продемонстрировать. Видите, нет? Видите? И там, и сям. И там, и сям Раббит. Так, ну это прекрасно. Осталось, конечно, его сайт довести до ума, но в принципе мы констатируем факт, что это быстро, ну по крайней мере с помощью шаблона, если, конечно, сама мы все рисовали. Здесь есть несколько, конечно же, нюансов и в том, что мы сейчас сделали. То есть мы просто показали, что это функционально, возможно сделать сайт за 15 минут и опубликовать его в интернете. Конечно, здесь много вопросов к дизайну самого этого сайта элементом и текстом, который мы с тобой сейчас на лету придумали, и картинкам. Понятно, что это можно все причесать. Но вот если стоит задача очень быстро это сделать, это можно сделать с помощью нашего конструктора сайтов очень быстро и достаточно просто. Будем так и делать. Опять же, если что-то непонятно, все элементы конструктора имеют сопровождающие описание. За что отвечает тот или иной элемент, как им пользоваться. Есть документация у нас на сайте, связанная с конструктором. Поэтому пользуйтесь, это очень удобно и экономит время. Многих разных. Спасибо, говорю Георгию Казарову огромное, за этот мастер-класс 15-минутный, чтобы сделать самую лучшую кондитерскую в интернете. И чтобы Петя научился ставить таймер у себя на часах. Вот так за 15 минут, друзья, желание начать собственное дело в интернете превратилось в реальность. Главное, не бояться начинать и разбираться в чем-то новом. И это проще, если есть надежные помощники, отработанные алгоритмы и удобные инструменты. На сегодня, пожалуй, все. Спасибо, что были с нами. Помните, чем шире бизнес представлен в сети, тем больше шансов для успешного развития и роста. Ну а еще больше материалов вы найдете в блоге Ру-Центр по адресу ник.ру слэш-блог. И, конечно же, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк. Встретимся через неделю. Будет интересно.